Малину по 100 долларов за килограмм Были маленькие кейсы, когда покупали малину по 100 долларов за килограмм для депутатов, когда лавочки в Харьковском метро покупали по 8 тысяч долларов за простую деревянную лавочку. То есть как мелкие скандалы, так и крупные скандалы на миллиарды. Это коррупция в энергетике, в закупках угля, в закупках топлива, железная дорога, Украфтодор, это автомобильные дороги. То есть каждый день мы увидим какие-то сообщения о коррупции на государственных закупках. И собственно в 2014 году, когда запускался этот проект, было желание сделать какую-то очень прозрачную систему. И за основу был взят принцип такой «все видят все», когда мы сказали, что на этапе закупки не будет ни единой единицы информации, которая была бы скрыта от общественности. Начиная от плана и заканчивая подписанием контракта, проведением оплаты и имплементацией контракта. Один из таких замечательных закупок, тоже у нас известная, это закупка японских автомобилей для полиции. Полицию у нас возглавляет Арсен Аваков, один из лидеров бывшей премьерской партии «Народный фронт», который входит в право-властную коалицию. То есть это один из двух столпов режима нынешнего. Так вот, для полиции закупали машины, ну там речь шла о десятках миллионов долларов, то есть цена контракта. Закупали джипы гибридные «Митсубиши». Украинские автомобилисты обнаружили, что цена в госконтракте за один джип 60 тысяч долларов. Говорят, что-то как-то дорого. Давайте-ка попробуем купить этот джип в Европе. И один из украинцев купил специально, записал все расходы, которые у него туда вошли, и получилось 45 тысяч долларов. Вау! 15 тысяч долларов из 60, да на миллионном контракте, да? То есть четверть. Давайте смотреть дальше. Мы нашли чья фирма, то есть наши гроши обнаружили, чья это контора. Фирма, которая выступала посредником в этой сделке между японской «Митсубиши» и украинской полицией, оказалось, что имеет отношение к соратнику одного из толпов режима из партии «Народный фронт». Это бизнес-партнер министра юстиции, который у нас из «Народного фронта». Сама прозрачность не вносит изменения в стиль деятельности, в привычки заказчиков. По ту сторону компьютера, несмотря на полную электронизацию и полную прозрачность, остаются люди. И если у нас не работает правоохранительная система, то, конечно, люди, понимая, что ответственности за злоупотребление не будет, они будут продолжать проводить плохие закупки, коррупционные закупки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова